всех приветствую сегодня у нас декабрьский эфир встреча последняя тематическая в этом году посвященная очень таким сложным техническим вопросом расслоение как мы это назвали интерната но сейчас я думаю в течение эфира станет понятно о чем мы вообще будем говорить с вами мы очень много говорили в этом году про политическое расслоение интернета фрагментацию технологический суверенитет цифровой суверенитет но сегодня мы решили как бы заключение всех тенденций в этом году поговорить именно о технической стороне вопроса и поговорить о том что интернет который обычный пользователь воспринимают как нечто целостное да на самом деле стоит из разных частей иногда мы пользуясь какими-то сервисами даже не подозреваем о том насколько да это вот такие луковые слои отсылка к тору о котором мы еще поговорим сегодня он из себя представляет сегодня у нас два гостя немножко у нас изменилась афиша в последний момент один из них михаил недриш которого все знаете михаил добрый вечер наш независимый консультант и постоянный участник клуба и новый гость которого вы еще не знаете это константин чумаченко генеральный директор облачного провайдера nginx константин тоже добрый вечер ксения можно к сожалению не смогла к нам присоединиться но тему про федеративный интернет и про всякие интересные вещи связанные с децентрализованными сетями мы обязательно с вами еще поговорим но уже в новом году вот поэтому у нас сегодня будет больше времени чтобы поговорить именно про технические вещи касательно того как устроена сеть и всякое другое ну и чтобы не отнимать время у спикеров мы сейчас перейдем сразу к темам первым которые хотим сегодня проговорить обсудить это распроение интернета на сетевом уровне все мы знаем ну или по крайней мере слышали да про такое как ipv4 ipv6 да количество ip адресов интернете но на самом деле они скорее показывают нам то что у нас по сути есть два параллельных интернета и еще поговорим тоже про тор что это такое про darknet и конечно мы сделаем пор не то что это некая такая подвальная сеть где происходят всякие темные криминальные делишки а поговорим именно об изначальной идеи и как сети построены по принципу тор реализуются сегодня и поговорим еще по такой словечку как свайсинг то есть как строятся сети какой там базовый принцип ну и конечно же объясним что такое 2g 3g 4g 5g 6g и так далее вот а потом у нас будет второй тематический блок мы поговорим про то как сеть сетей до интернет трансформируется в сеть приложений поговорим про сидены контент-деливер или нетворкс как это все влияет на на трафик и как вот эти процессы которые сегодня происходят влияют вообще на базовые принципы функционирования интернета на сетевую правильность на указуемость работы сети и так далее ну и в целом сделаем такой в конце рекап по поводу того насколько вот это расслоение да оно приводит к централизации физического контроля и децентрализации инфраструктуры вот такой у нас сегодня план беседы и я передаю тогда слово михаилу вот как раз про первую техническую часть михаил пожалуйста еще раз здравствуйте я сразу хочу сказать что на мой взгляд никакого расслоения нет не было и наверное не будет если только не появится какая-нибудь еще как глобальная сеть передачи данных которая параллельно с айпи сети сетями с тем что называется интернет сегодня как как сеть ну вот если появится но никаких на мой взгляд причин для того чтобы она появилась нет ну нужно колоссальные вложения денежные а для того чтобы эти вложения купились нужно какое-то новое потребление вот никакого нового потребления мне не видится поэтому ничего нового такого появиться не может есть только вот то что называется интернетом ничего не расслаиваться просто развивается развиваются технологии развиваются применения появляются новые сервисы и кому-то кто не знает деталях этой технологии и не знает в деталях как все это устроено иногда кажется что происходящее похоже на хаос с расслоениями там распадами каким-нибудь и вообще вот все скоро взорвется и не превратится в труху нет это вот просто результат отсутствия информации действительно очень много технологических нюансов и конечно же людей которые знают это мало и не должно быть много просто не может быть много вот досужие домыслы которые появляются но страхи обычное дело и так я вот хотел просто несколько иллюстраций такого вот как бы расслоение и показать что это не расслоение привести как пример и показать что это не расслоение просто вот развитие которое порождено какими-то причинами всегда есть причины либо там нехватка ресурсов либо появление новых потребностей либо и то и другое вместе начну вот с того примера которым сказал уже илона это версии ip 4 и 6 да действительно ip4 и ipv6 живут как бы параллельно друг с другом почти ну в общем не пересекаясь фактически если не считать того что все эти вот устройства которые поддерживают ipv6 и ipv4 на самом деле одни и те же устройства я не знаю может быть существуют такие устройства которые отдельно поддерживают ipv6 есть устройство которое отдельно поддерживает ipv4 это да а конечные устройства старые в которых ipv6 просто нет и уже не будет но все новые устройства делаются так называемый dual stack поддерживают и ту и другую версию ip и собственно говоря мы имеем сегодня ipv4 и ipv6 это вот такие две как бы сказать виртуальные сети которые живут на одном и том же инфраструктурном бэкграунде на одних тех же кабелях на одних и тех же маршрутизаторах и в устройствах которые подключены к сети тоже живет оба стека протоколов и даже существуют такие там правила сначала попытка связаться по ipv6 если нужно приложению куда-то какому-то из процессов который живет на компьютере куда-то выйти по ipv6 сначала пытается связываться а потом если не получается по ipv4 вот таким образом все это живет появилась 26 лет назад первая россии про ipv6 в девяносто пятом году в декабре то есть почти точно 26 лет назад причина причин было несколько но главная причина была в том что стало ясно что адресов ipv4 просто не хватит уже достаточно скоро прогнозы были разные закончится адреса там быстрее и медленнее но в реальной жизни ipv4 адреса в айпини сейчас в каком варине в северной америке закончились 2015 году ну и так далее там 2017 по моему везде уже закончились и ну и в райпен сиси тоже ipv6 и адреса появились в пользование где-то больше где-то меньше и сегодня вот по оценке google около 30 процентов трафика составляет трафика ipv6 в разных местах по-разному в разных странах по-разному это все это зависит от развития инфраструктуры и значит вот как дальше будет событие параллельное существование будет действительно продолжаться и и нас я думаю очень долго еще достаточно как минимум столько сколько живут устройства которые поддерживают только ipv4 вот собственно ipv6 ipv4 параллельное одновременное существование этих двух протоколов они друг другу не мешают они дополняют друг друга постепенно все это развивается ipv4 адреса покупаются перепокупаются нехватка их имеет место но пока это не катастрофически в общем это такой длительный процесс который потихонечку идет и дравится бизнесом дело в том что нет никаких причин переходить вот так насильно на ipv6 что означает нас в первую очередь надо поменять устройство те которые не поддерживают ipv6 и никакого edit value за это не будет те же самые сервисы вообще-то говоря только вот называется теперь ipv6 я знаю один только пример совершенно вычурный когда взяли и внутри сети одного крупного оператора называется эту комп каст это наверное крупнейший но было во всяком случае сегодня может быть это уже не так но был тогда крупнейший оператор соединенных штатах америки это такой конгломерат сетей там было много купленных много построено собственно комп кастом и много купленных и я разговаривал как-то с человеком на конференции itf в берлине была лет наверное пять или шесть назад столкнулся с человеком соединенных штатов америки который возглавлял подразделение днс комп каста там несколько человек работала в разных местах они находились они обеспечивали днс на всю сеть я его спросил чего вдруг такая вот нагрузка откуда он гайта мы перешли на ipv6 внутренних сетевых адресов ipv4 не хватило и нам пришлось сделать колоссальную работу для того чтобы внутри работала ipv6 а наружу что-то выходило через ipv4 то есть прокате какие-то стояли в общем беда какая-то полная ну вот такая большая сеть и вот такое вот действие пришлось совершать но это ну какие-то особые случаи выколотые точки которые в целом погода не делают но вот для этих вот конкретных людей для этой конкретной сети была жуткая головная боль но и все так что вот расслоение как бы формально может быть и есть но фактически это просто две параллельно существующие сети связывающие сегодня все новые устройства между собой и на ipv4 уровне на ipv6 а может это вопрос в догонку пока мы к следующему не перешли будет ли еще какая-нибудь версия ip протокола там 7 8 реализовываться или нет я хочу обратить внимание а пиво 4 почему-то я пиво 5 а пиво 6 сразу до область версия протокола и пиво 5 она была для каких-то я давно уже не смотрел уж не помню деталей это была какая-то исследовательская версия которую вот значит использовали но она широко не пошла ipv6 появилась почему появилась ipv6 еще раз появилась потребность вот адресов не хватало теперь значит в ipv6 начни 32 а сколько там 128 бит на адрес это колоссальное количество и там в стандарте предусмотрена каждая подключаемость точка она получает такое большое количество и 5 адресов что вам не снилось в пиво 4 мире такого быть не может в принципе но потребности в новом протоколе просто отсюда чего обновлять то какие потребности есть чтобы вот почему я пиво 6 чем-то не подходит ведь что-то новое должно появиться только в случае когда что-то чего-то нет вот пока в пиво 6 всего достаточно и я ничего не слышал о том чтобы какие-то были проблемы которые бы потребовали еще чуть нового меня в чате пишут про ipv9 ну новые версии появляются и и наверное но вот я пока не вижу вот такого серьезного какого-то действия которое бы потребовало перехода серьезные потребности можно я тогда дополню миша кстати рад тебя слышать в очередной раз по поводу ipv6 чтобы было понятно протокол ipv6 начал готовиться в 90-х годах до rfc 95 года да как раз хотел сказать 95 году был закончен драфт превратился в rfc вот и спустя 25 лет мы имеем проникновение в мире чуть меньше 40 процентов проникновение в бывшем ссср ну мышки на слезки чтобы появился ipv там 7 8 9 10 11 и и так далее необходимо чтобы эта работа была начата я никто не начинал пока что просто чтобы было понятно да с момента когда работа начинается до подготовки драфта происходит время с момента подготовки драфта до выхода rfc проходит время после момента выхода rfc проходит время на адаптацию и внедрение в сетях и как мы видим это время случай пива 6 она оказалась больше четверти века ожидать что в ближайшее время появится что-то другое при том что внедрение просто ipv6 который нужен который объективно решает часть проблем и того и все равно она идет через пень колоду ожидать что что-то появится вместо него операционно нереалистично ну тогда уж последний штрих если можно то что алекс сказал да совершенно справедливо там сколько пользуется пива 6 я хочу сказать что вот за эти двадцать шесть лет вот это развитие использования ipv6 что крайне неравномерно в первые 15 лет практически ноль потому что эта потребность ну вот не была такой жесткой что не заставляла просто двигаться в этом направлении а сегодня ipv6 например я точно знаю в сети мтс мобильный ipv6 поддерживается целиком и полностью и не только наверное в мтс мтс просто а можно вот вопрос как как раз может быть в эту вот по этой теме ну вот ipv6 у нас давно внедряется в целом неплохо себя чувствует во внутренних технологических сетях я даже так вот пока ты говорил вспомнил что наверно там достаточно много всяких телеметрических устройств там из мира и эти вполне могут работать и ipv6 он ли да но вот на межоператорском рынке да на на в пространстве там где стыкуются интернет сети там в общем-то достойной связности по ipv6 пока нет безусловно есть там очень хорошее продвижение я тоже вот знаю там что очень много там мтс делал в этом направлении но но вот так вот глобально да обеспечить связность сейчас вот скажем для там облачной платформы там или для какого-то корпоративного клиента по ipv6 невозможно вот почему на твой взгляд так так медленно идет этот процесс почему вот не достигли еще критической массы такой да достигли просто там где вот эти бизнес потребности становятся такими явными вот или расскажет как там на межоператорском рынке чуть позже я скажу пару слов и и оля наверное нужно дать возможность значит прокомментировать этот вопрос к ней большой степени потребности вот если потребность появлялись бизнес потребность появляется в конечном итоге она реализуется если она очень существенно это она реализуется быстро если она менее существенная то медленнее вот во всех устройствах современных поддерживается дуал стек почему ну потому что все все понимают производители чипов понимают теперь даже и чип это не делают без дуал стека ну практически совсем а межоператорский со связностью над наладится потому что потребности ну вот оля наверно расскажет про это потребности как наладится давай я наверно скажу пару слов здесь смотрите мы одни из немногих кто собственно говоря внедрили ipv6 да и вот то что я сейчас то что мы сейчас наблюдаем да там очень многие ресурсы очень многие ресурсы да потому что операторский рынок он все равно устроится там на пользователей на ресурс я имею ввиду информационных ресурсов очень многие ресурсы вот когда они там уже продавным давно закончились ipv4 адреса уже ну назовем так стоимость да в кавычках потому что мы понимаем что ipv4 адреса не должны продать что вернее адресное пространство в интернет не должно продаваться тем не менее мы все знаем что оно продается да уже стоимость этих ipv4 адресов достигает там 30 долларов и выше вот но тем не менее тем не менее здесь очень многое зависит еще и от самих информационных ресурсов вот из скажем так наиболее активных да тех кто внедряет ipv4 ipv6 это google да это яндекс а ресурсы помельче они не стремятся внедрять ipv6 и вот то что там я например смотрю по тем запросам которые частично проходят через меня очень много запросов все равно идет на ipv4 вот с моей точки зрения это ну это если это не инертность до некоторая некоторая инертность и собственно говоря может быть боязнь технологическая такая боязнь лучше лучше я сделаю на ipv4 чем я буду там переходить на ipv6 мы тоже задавали очень ну то есть я тоже достаточно часто задавала этот вопрос да но вот как-то очень часто именно разработчики да там всяких приложений всяких там сайтов и так далее они все-таки в первую очередь смотрят на ipv4 только потом да наиболее скажем так крупные наиболее продвинутые они смотрят на ipv6 и это же определяет в то же время операторский рынок потому что для того чтобы операторский рынок начал развиваться да то есть начался обмен по ipv4 и ipv6 надо чем-то обмениваться нас пока собственно говоря в россии с ipv6 достаточно мало кто занимается да мы действительно применяем на сети ipv4 и ipv6 адресацию нас по состоянию на прошлый год было где-то около 30 процентов трафика ipv6 сейчас может быть больше уже но я думаю что процентов 40 тут здесь нужно еще делать да немножко как бы здесь нужно еще делать с учетом пандемий пандемийного роста трафика тут цифры в общем то они такие достаточно тоже спец ну то есть прошлый год он не показательный да вот посмотрим чтобы удачно он растет он растет этот трафик но пока вот с моей точки зрения нет критической массы для того чтобы на операторском рынке начать обмениваться именно по ipv6 у нас есть стыки по ipv6 вот но большого объема трафика там действительно нет а нету вот потому что потребности бизнеса ведь да 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 это даже не это даже не по это инертность да нет нет да это правильно потребности бизнеса и некая инертность ну опять же здесь уже не операторов потому что операторы что есть то есть то есть кто может с нами обмениваться по ipv6 мы с тем обмениваемся по ipv6 мало все таки ресурсов мало ресурсов которые соответственно работают которые переходят на работу по ipv6 я предлагаю нам немножко продвинуться дальше да мы не успеем все темы обсудить итак следующий пример того что казалось бы является расслоением но таковым не является это даркнет страшное слово или два слова как в том анекдоте и не один и не два человека вовсе не человек этот страшный даркнет которым пугают детей ну во первых это не единое целое это несколько существующих настоящее время структур которые относятся относятся к даркнету наиболее известный это то он и он раутер это сокращение кроним эта система прокси серверов позволяющие устанавливать анонимное сетевое соединение защищено от прослушивания там по дороге три участка полный разрыв получается соединение используется tcp вот и эта сеть как анонимная сеть виртуальных туннелей предоставляющий передачу данных зашифрованного видео в 2021 году вот я посмотрел перед вот нашим этим самым собранием как выглядит статистика за 21 год ежедневных пользователей торф браузера трудно сказать что они там делают никто же не следит за этим используют они только как прокси или ходят на вот эти вот внутренние там домены которых не видно из мира никто не знает во всяком случае вот сам tor project не знает но они могут фиксировать сколько пользователей они фиксируют от двух до двух с половиной миллионов ежедневно в мире что это такое но это примерно половина от одной десятой процента пользователей интернета в мире мире 4 и 6 десятых примерно миллиарда пользователей интернета они может быть это не ежедневные пользователи но в целом вот это какая-то маленькая доля от всех пользователей интернета всплески бывают вот если посмотреть статистику за несколько лет там были всплески до 4 миллионов ежедневных пользователей когда это происходит но вот они сами комментируют это так что происходит это всплески использования по сравнению больше по сравнению с неким условным стандартным уровнем использования происходит там и тогда где и когда происходят политические события соответствующие что при этом значит очевидно что следствием является люди начинают принимать решение об использовании технологии защиты от слежения за ними отслежения действий в интернете и в россии например угадайте с одного раза когда был последний всплеск буквально не был во второй половине 2019 года вот одно в середине там да если сегодня около 300 тысяч пользователей в россии сейчас если говорить о россии то тогда было 600 тысяч ежедневных пользователей уникальных поэтому вот защита от слежения в интернете люди пытаются пользоваться этим и и собственно и пользуются вот первые четыре страны по количеству пользователей сша ежедневных вот вот то о чем я говорил в тот та же собственно методика подсчета сша 480 тысяч ежедневных пользователей россия 322 тысячи это за 2021 год в среднем германия 178 тысяч нидерланды 104 тысячи франция 70 тысяч но если на душу населения считать то нидерланды безусловный лидер из этой четверки у них примерно 0 6 0 7 процента вот не 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 тысячных долей а процента от количества пользователей интернета в россии это примерно четверть процента 0 25 вот тот уровень который мы сегодня имеем что значит что такое собственно тор вообще любой dark нет так называемые это очень похоже на корпоративную сеть она публичная для публичного использования конечно неопределенный круг лифт сможет пользоваться и услугами но она очень похожа на корпоративную сеть по по своему по своей сути подключается как-то коммуницирует между собой но 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 не видит что там делается внутри при иллюстрации невозможно да и контроль невозможно хорошо построена корпоративная сеть она собственно такая должна быть ну если там у крупной корпорации так каналы какие-то виртуальные налажены туннели какие-то используются здесь тоже туннели используются и вот собственно очень похоже а почему похоже да потому что вот тор собственно и создавался как корпоративная сеть если вспомнить историю создания тора то выяснится что началось это как проект дарпа все того же дарпа и военно-морского ведомства министерства обороны соединенных штатов они когда-то затеяли проект решили создать вот такую вот глобальную инфраструктуру для того чтобы спец представители спецслужб военных каких-то на представителей которые значит относятся к соединенным штатам америки но путешествует по миру так или иначе находятся в разных странах чтобы они могли коммуницировать значит без риска быть как-то вот прослушенными ну через интернет естественно да этот проект был успешно реализован там какое-то время я уж не помню сколько его делали но перед собственно выпуском свет перед запуском эксплуатацию вдруг кто-то осознал что ну да перри иллюстрации невозможно но по паттернам трафика можно вычислить кто этим пользуется и тогда эти люди будут как на ладони видны и стало ясно что нельзя запускать этот вот в таком виде этот проект потому что ну сразу все кто будут пользоваться они сразу станут ясны что они вот связаны с соединенными штатами америки хорошо если да а если это резиденты какие-нибудь в общем не годится и в результате весь этот проект отдали в как open source сообществу и теперь это все развивается как open source там не все просто не все просто потому что финансирование до недавних пор я не помню уже как в этом году у них получилось получилось отказаться от финансирования значит американского правительства до недавних пор финансирование американского правительства этого проекта было весьма значимым не в количестве долларов а просто в процентах вот общего бюджета ну вот поставлена была задача там внутри этого торпроджекта вообще уйти от финансирования американского правительства но по-моему она еще не решена может быть в следующем году им удастся сделать так, чтобы все финансирование шло от источников, не связанных с правительством. Но пока это так. Так что ТОР и создавался как корпоративная сеть. Ну и живет сейчас а-ля корпоративная сеть. Вот кто-то подключился, пользуется. Другое дело, что никто не платит за это. Но смысл все тот же. Никакое-то не расслоение, конечно, интернета. Это просто вот такая инфраструктура сетевая, наложенная. На интернет. Несколько тысяч узлов по всему миру. Тысяч 7, по-моему. В общем, это достаточно существенная инфраструктура. Кто этим пользуется еще раз? Ну вот в основном это люди, которые не совершая никаких преступлений, просто не хотят, чтобы их... Как они считают, между прочим. Законы стран разные бывают. Не хотят, чтобы отслеживалось их поведение в сети. Но там, конечно, есть и люди, которые преступные цели свои преследуют. Там продажа наркотиков, детская порнография, вот эти вот страшные штуки, которые неприятные, которые преследуются по закону во всех странах. Ну, наркотики тоже разная штука, а уж детская порнография точно. Да, там есть такие люди. Но это знаете, как... Вот ездят ли преступники на автобусах, там, при железном дороге передвигаются, или летают ли на самолетах? Ну, конечно, да. Из этого ведь не следует, что нужно запрещать авиацию, авиационный, значит, и железнодорожный транспорт. Конечно, нет. Преступников нужно ловить, преследовать их, безусловно. Так что... Но ТОР по большей части используется вот обычными людьми, непреступниками, которые не хотят, чтобы их коммуникации переиллюстрировались. Ну, вот, собственно, так вот я себе это вижу. Уже давно наблюдаю за ТОРом и сам пользуюсь время от времени. В этих же целях. Я вижу, что к нам присоединился Алексей Синдаренко. Собственно, когда мы эту тему обсуждали, он как раз и был одним из тех, кто предложил рассмотреть ТОР в качестве вот этой вот идеи вертикального рассвоения. Может быть, у вас есть еще парочку комментариев на этот счет? Ну, нет. Мне кажется, это какое-то недоразумение. Я бы здесь просто хотел очень простое сообщение, да, руки прочь от ТОРа, да, дайте нам всем спокойно и свободно жить, вот, и вообще отстаньте от него, потому что это как вот запрет ксероксов или там мобильных телефонов в 90-х. Ну, это смешно, конечно же. Вот, поэтому, мне кажется, мы здесь в Теплице систематически публикуем и отстаиваем, да, и считаем вообще это правом, да, право на анонимность, поэтому особенно, да, в интернете. И сейчас нам кажется, что это вот, в общем, вообще какая-то маргинальная вещь, вот, но я думаю, здесь много людей, которые понимают архитектуру интернета, да, и понимают, что в целом, как бы, мы все заинтересованы в том, чтобы право на анонимность в той ситуации, когда мы все подключены, и все подключено, и в перспективе вообще там полки, холодильники, там все, что угодно подключено, нам нужно оставить себе каналы, где мы анонимны, вот, это, наверное, все, что я хотел бы сказать. Алексей, спасибо. Ну, тогда еще про анонимность, значит, известно решение какой-то там на уровне Организации Объединенных Наций, я уж не помню, это была комиссия, что ли, или группа, которая, собственно, провозгласила, что анонимность является безусловным правом человека. Право на анонимность, это такая, в общем-то, одна из важных вещей, которые, ну, вот, да, нужно иметь, конечно же, особенно в этом мире, когда мы все видны, как на ладони. Я тогда предлагаю перейти к последней части вот этой технической компоненты нашего вечера и поговорить про слайсинг. Вот это замечательное слово. Михаил, объясните концепцию. Во-первых, я хочу сразу сказать, что я не считаю себя техническим специалистом в этом, в этой области, я знаком, но уж точно. Но у нас тут есть... Поэтому на общем уровне, да, если кто-то, вот я, собственно, к этому веду, если кто-то захочет добавить, с удовольствием. Я хочу общие какие-то вот вещи высказать, опять же, вот в этом ключе, что, казалось бы, расслоение, на самом деле, это просто развитие технологий. Итак, слайсинг, это термин появился в связи с развитием мобильных сетей, в первую очередь, хотя не только, но в первую очередь в мобильных сетях пятого поколения и дальше. Кстати, вот Илона попросила прокомментировать вот эти вот самые 2G, 3G, 4G, 5G и так далее, все эти же. Ну, по моему представлению все очень просто. 2G, 3G, это были сети передачи данных, построенные на базе телефонной сети, поверх телефонии. Там, типа, вот модем работает, как там, Dialab был у нас, помните, да, кто-то помнит, кто-то знает, что это было, но никогда не пользовался. Вот сети 2G, это было примерно то же самое, поверх установленного телефонного соединения можно было передавать IP. В 3G это было немножко по-другому, но смысл был, в общем-то, похожий. А вот в 4G, это уже и 5G дальше, и все, что будет дальше, это принципиально другая архитектура. Понизу транспортный уровень, транспорт лейр, транспортный слой, а поверху сервисный слой, выше транспортного. То есть, сервис пользуется транспортом. Заодно, вот, чтобы два раза не вставать, я хочу сказать, что по моему мнению, где вот раздел проходит между архаичными системами, старыми системами связи и новыми, оно проходит как раз здесь. В старых системах связи идентификатор услуги, идентификатор сети, сетевого элемента, на котором услуга предоставляется, совпадали. Это было и в телефонной сети так, и в телеграфной так, и в телетайпной так. А вот эти вот самые новые цифровые услуги, они базируются на архитектуре вот этой вот транспортной сеть снизу, сервисная сеть выше, в рекомендациях ITU 2005, по-моему, года, Y2006, 2009, вот какие-то такие. Можете посмотреть, если хотите. Это NGN, собственно говоря, описание New Generation Network. Вот там вот эта вот самая архитектура расписана. Там в каком-то месте даже три слоя появляется, но вот главное это два слоя, транспортный и сервисный. Так вот, то, что мы имеем, это транспортный и сервисный слой. Так вот, сервисный слой, он выше, а вот эта слоистость, которая, слайсинг, которая появилась, это на уровне транспортного слоя, в котором вот на базовых станциях, значит, вообще, давайте, откуда это все возникло. Это quality of service, это качество, гарантии какого-то качества. В старом добром интернете был очень простой принцип, как получится, да, best effort. Потом появился COS, так называемый. COS был просто способом регулировать обслуживание, если очереди появляются, появляли, там были выделены какие-то разные очереди, пакеты одного приоритета в одни очереди становились, пакеты другого в другие, и если прилетал пакет более высокого приоритета, он обслуживался без очереди, если не было больше никаких других претендентов такого уровня приоритета. Ну, вот, собственно, это позволяло network congestion преодолевать приоритетному трафику. Вот где-то там возник извините, еще одно bottleneck, и вот через это бутылочное горлышко не все проходит хорошо, а вот пакеты с высоким приоритетом пролетают. И это хорошо работало в тех случаях, когда на уровне IP вот все только работало, в тех случаях, когда нужно было пропустить какой-то важный трафик. Но это никак не гарантировало скорость, это никак не гарантировало время задержки, это гарантировало только одно, через бутылочное горлышко можно проскользнуть относительно быстрее, чем другие ожидающие там. Вот эти идеи слайсинга, они родились, опять же, еще раз повторю то, что уже говорил, потребности появились, и появились решения. Просто так решения не появляются, без потребностей ничего не бывает, нужны пользователи. Вот появились потребности. Какие потребности? потребности, например, драйвер-вес автомобиля, вот это автовождение. Потребности, а там нужно что? Там нужна очень быстрая реакция, там нужны очень высокие скорости и задержки миллисекундные, единицы миллисекунд. Вот всякие технологические процессы, вот то, что мы до начала нескольких слов говорили между собой, примолвались про Авиар. Вот когда используется Авиар для технологических целей, нужно быстро и точно реагировать на происходящее где-то не в этом месте, а относительно далеко, нужно, чтобы и скорости были, и время отклика было коротким, и скорости были высокие. Вот собственно появились такие потребности. А в интернете вещей, в каком-то из разделов, где датчики, там высокие скорости не нужны. И время отклика не нужны очень маленьким, чтобы было, там вполне достаточно скорости килобит в секунду, потому что там объем очень маленький, ничего страшного, нет, а потребностей в скорости тоже нет. Так наоборот же говорят, что 5G и вот этот интернет вещей, промышленный интернет, как раз для этого все делается. Понимаете, Лон, интернет вещей, это два слова, за которыми стоит огромная колоссальное количество всяких разных потребностей. Вот если говорить о автовождении, то, конечно, там потребность высокой скорости есть. Это тоже вообще-то к интернету вещей относится, если уж на то пошло. А если говорить об утюге, подключенном к сети, для того, чтобы на всякий случай знать, какая температура подошвы, не нужно никакой высокой скорости. Или если говорить о датчике, который снимает показания счетчиков воды, или там электричества, ну раз в сутки отправят, а то и раз в месяц, что там нужно? Да там нужно просто донести вот эти вот маленькие килобиты, килобайты, пусть даже, до вот от счетчика через контроллер дальше куда-нибудь еще, где это будет обрабатываться. Там скорости не нужны. В интернете вообще существует много тоже слоев соответствующих потребностей, которые разные абсолютно. Поэтому вот предусмотрено, что разные потребности по-разному и обслуживаются. Так что собственно главное, в чем цель состоит, вот эта вот слоистость и так далее? Там не только на уровне IP, там на канальном уровне происходит выделение ресурсов. Потому что если раньше нужно было вот создать что-то действительно надежное высокоскоростное, там какую-нибудь сеть для применения, так на канальном уровне, на уровне Ethernet выделяли буквально какие-то каналы на передаче данных на втором протокольном уровне, поверх которого уже строили IP-сеть виртуальную, например, неважно. А здесь это все all-in-one. Все это вот в одной этой соте можно нарезать слоями и выделить ресурсы в частотном диапазоне разные ресурсы и обеспечить высокую скорость для чего-то. А дальше поддержать это на агрегации. А дальше поддержать это еще и тем, что относительно недалеко стоит сервер для обработки. Вот эти самые облачные туманные вычисления для вот этих задач обработки быстрых, чтобы 1 мс или 2 мс или 5 мс задержка была, это же нужно донести до какого-то центра обработки, где-то быстро обработается и вернется. То есть то, что обрабатывает, должно близко стоять. Я не знаю, в России, по-моему, нет пока никаких сформулированных целей на этот счет. А вот в Европе уже есть. Если кому-то интересно, посмотрите, как называется цифровой компас Европы, что ли, такая программа развития интернета до 2030 года. И там, среди прочего, поставлена задача построить то ли там 10, то ли 12 тысяч вот этих мини-центров обработки данных, так, чтобы от любой точки съема информации до этого центра было меньше 100 километров на всей территории Европы, Евросоюза, собственно. Почему? Ну, потому что 100 километров это тот максимум, который обеспечит для таких чувствительных сервисов вот эту минимальную задержку, которой больше уже нельзя. Вот такая есть практика. Ну, и она преддекларирована в Европе, а вообще-то говоря, бизнес, он свои потребности реализует, может быть, тише гораздо, чем некие декларации на государственном, особенно на межгосударственном уровне. Но вот эти небольшие центры обработки данных строятся так, чтобы они были действительно недалеко от точек съема. Ну, в крупных мегаполисах это автоматически происходит, а вот если говорить о развитии автобождения, например, того же на каких-то трассах, то нужны центры обработки на трассах где-нибудь там по дороге. Вот собственно этот слайсинг, да, а рядом с этим слайсингом еще термин оркестровка есть замечательный. Что это означает? Это означает, что нужно, чтобы не только на уровне доступа этот слайсинг работал, а чтобы он дальше работал на уровне агрегации, чтобы маршрутизаторы, там, коммутаторы на самом без свечи, чтобы они были настроены соответствующим образом и поддерживали вот те слои, которые были нарезаны на уровне доступа. Вот сейчас это в сетях пятого поколения, это некая комплексная задача, решается, решать ее сложно, с одной стороны, с другой стороны, есть, ну, как сказать, есть что-то, что облегчает это решение, потому что это, собственно, Greenfield, строится с нуля практически вот эти вот сети пятого поколения, и поэтому есть возможность использовать технологии SDN, Software Defined Networks, которые значительно удешевляют, вообще-то говоря, решения, потому что в поле можно держать безмозглые устройства с очень, значит, маленьким количеством всякого разного добра внутри процессорного и памяти, а всякие умные вещи делать в центре, который будет на более высоком уровне, архитектурном, который будет обрабатывать данные не только КОС, вот Алекс пишет справедливую вещь, КОС можно обеспечивать, конечно, на уровне прямо самого свеча, но какие-то вот вещи более сложные вот в этом SDN конструкте выносятся на более высокий уровень, потому что это эффективнее получается. Ну вот, собственно, завершить хочу тем, что, да, слайсинг, да, нарезка какая-то, но это, опять же, не расслоение никакой интернета, это развитие интернета, это обеспечение тех самых условий, которые требуют потребители от интернета на современном уровне. Ну и это будет, конечно, развиваться и дальше. И скорость, и вот такие вот вещи, как слайсинг, там, бродкаст появляется, мультикаст появляется в этих самых сетях доступа. Странная штука, но есть потребность. Вот появился стандарти, там, я уж не помню, в какой версии 3GPP, включил стандарт мобильных сетей, вот, и мультикаст, для того, чтобы телевизионный сигнал передавать. Вот, развитие, развитие. Спасибо. Ну, на самом деле, я прокомментирую технические аспекты вот этого дела. Только так, чтобы это было понятно всем. Михаил, на самом деле, как сказать, Миша сказал, что вот интернет строился как Бестайфорд, а потом там появился Кост, нет, IP строился как Бестайфорд, а потом там появился Кост, в интернете Кост как не было, так и нет. Это так, конечно, да, согласен. Это важный кирпичик, на который станет другой. Что такое вообще слайсинг в 5G? То есть, у нас есть идея, в принципе, классическая идея инкорпетивных сетей, VPN каких-нибудь, да, или мы как-то маркируем и разводим трафик, который принадлежит разным пользователям. И слайсинг – это, собственно говоря, дотягивание этой идеи до мобильной сети, до радиотракта и построение единой конструкции. Но это совершенно логическое развитие. Более того, собственно, еще в 2004 году в славной компании Megafon я делал подобные вещи на классических 2G-технологиях, да, то есть, когда разные компании получали разные IPN-ы и вручную засовывались, то есть, разные APN-ы и вручную потом дальше засовывались различные VPN-ы, и это все работало вот примерно так же. Но это все было вручную. В 5G, одна из важных вещей 5G, то, что техника под капотом 5G, она изначально строится на основе некоторых воображаемых, но бизнес-сценариев. Это вот очень важно понять, это принципиальное отличие от 5G, от всех остальных G, которые у нас есть. да, то есть, у нас есть некий бизнес-сценарий, некоторые use-кейсы, под которые мы строим технологию, то есть, это не классическое развитие, когда, а, мы можем больше скорости, ну, наверное, нужна больше скорости, давайте сделаем больше скорости, а мы можем так. Это вполне конкретно это самое, конкретно бизнес-планы. И здесь, соответственно, слайсинг 5G, да, он родился из вот понимания, что есть такая бизнес-задача развиения трафика, и это надо делать как-то более автоматически, да, то есть, не это самое, чтобы это провиженилось сразу по всей 5G-сети, а не выполнялось вручную. Да, но это эволюционное развитие. Вот надо понимать, что здесь нет, что 5G в данном случае не приносит технически ничего нового, это оно приносит, ну, с точки зрения operations, то есть, механизмы сразу заложены, чтобы не надо было это вручную все проключать. Да, то есть, это достаточно эта самая интересная история, и тут, собственно, появляется вот этот вопрос про COS, то, что 5G действительно с появлением подходов 5G, да, вот этих мини-дата-центр, интеграции чего-то внешнего в свою сеть, оно меняет, собственно, неким образом подход интернета. Почему, собственно, сейчас интернет best effort? Ну, просто потому, что вот это подписывать взаимные договора, взаимные обязательства о COS, которые надо еще как-то просигналить, да, то есть, один оператор должен другому рассказать, что ты знаешь, ты должен обеспечить какие-то параметры на своей сеть, ну, то есть, это, и это все по цепочкам каким-то, которые, это самое, которые нелинейно масштабируются, да, то есть, потому что мы же понимаем, что трассы в интернете меняются, да, то есть, таким образом, из точки А в точку Б, если есть н операторов, это будет не н договоров даже, это будет там, условно говоря, где-то н квадрат договоров, то есть, это административно адская задача, если у нас, мы контент помещаем внутрь нашей сети, внутрь нашей сети, мы можем строить COS, то есть, мы можем обеспечивать quality of service, и таким образом, да, это по-прежнему интернет, потому что у нас по-прежнему разные игроки, но способ взаимодействия такой, что начинает COS работать, вот, вот это достаточно интересное такая бизнес-следствие из технических вещей, которые в, опять же, закладывались, и, ну, просто полезно понимать, вот, вполне возможно, я, и стороннее замечание, вполне возможно, что под слайсингом понималось, понималось что-то другое, да, то есть, сейчас очень модно, и это правильно, говорить про то, что называется расслоением интернета, фрагментация, интернета, балканизация интернета, я люблю использовать это вместе, тем, как ты пропустил начало, да, то есть, может быть, под этот слайсинг имел все в виду, вот, но это совсем другая история, и мне кажется, что на нее одну-два часа мало, я с маркетинговыми терминами, не хотел общаться, это не маркетинговые термины, это скорее, балканизация интернета, это скорее все-таки политический термин, политический маркетинг, Оляк, ну, конечно, я скажу, сейчас просто трафик у нас с базовых станций, он идет сплошным потоком, без, и разбирается он у нас в определенных точках, а здесь, здесь, да, здесь дальше будет прописываться, дальше будет, собственно говоря, прописываться возможность для каждого вида трафика иметь там свои, как Миша правильно сказал, свои частоты, свои маршруты, свои, собственно говоря, курсы. Все, я закончил, Илона. Отлично. Ну, я тоже закончила. Все, у нас как раз остался еще час, и мы сейчас плавно перейдем от сетевого транспортного уровня, тех мнимых расслоений или эволюции, да, смотря с какой стороны на этот вопрос смотреть, к тому, что пользователям ближе, то, с чем пользователи взаимодействуют, и то, как это все отражается на трафике. И тут я тогда перекидываю мостик Константину, который немножко заскучал, уже успел заскучать, как раз поговорить про вот этот большой объем трафика, который вырос с развитием различных сервисов, стриминговых видео и всего остального прочего, и как это все, в общем-то, трансформировало облик интернета, да, из сети в сети, в сети приложений. Да, Илон, спасибо большое. Ну, я вот совершенно не заскучал, я тут с интересом слушал и Михаила, и коллег, которые его дополняли. И я, в принципе, тоже не хотел бы вот как-то солировать в жанре монолога. Коллеги, я надеюсь, что вы тоже как-то меня дополните, прервете, потому что в некоторых вещах, про которые я попытаюсь поговорить, вы в любом случае гораздо более компетентны. Но в целом, вот что хотелось бы рассказать, это о том, как управление трафиком, по сути дела, ушло из сети на уровень приложений. И хотя и можно это, наверное, воспринимать как расслоение, но я здесь поддержу Михаила, это скорее такой закономерный процесс развития технологий и сервисов к общей пользе. Но вот ключевую роль в этом развитии, в этой миграции сыграла технология CDN. CDN – это Content Delivery Network. На самом деле здесь достаточно натянут термин «сеть». Это скорее некая платформа, но ее можно считать древнейшей облачной технологией. Ей уже, наверное, более 20 лет. И вот давайте мы, может быть, даже немножко углубимся в предания, но постараемся из них вынырнуть и поговорить тоже о текущем моменте. Ну вот, доисторически интернет был достаточно такой плоской сетью компьютеров, связанной протоколами TCP, UDP, поверх IP. Все самое интересное происходило в почте, происходило в ньюс-группах. Ну вот, где-то в районе 90-го года Тим Бернсли, сотрудник ЦЕРМ, изобретает HTTP, протокол HTTP. В нем был один-единственный метод GET, ну и вместе с ним и другие компоненты, то есть HTML, язык разметки, и даже браусер. Тим Бернсли тоже предусмотрел. Такой, в общем, возник абсолютно новый такой мир. Он сначала был текстовый, но это быстро поправили. И с этого момента начался бурный рост веба, появились инструменты, появились браусеры, мозаик, который впоследствии стал Ницкейпом. Майкрософт стратегически для себя выделил эту нишу, и я помню, где-то в районе 95-го года прямо в журнале Time была такая карикатура на Билл Гейтса, который выдвигался на эту войну со своим браусером. То есть, в принципе, очень быстро веб развился и стал всем нужным, всем интересен. И вот уже в 95-м году, когда Тим Бернсли уже работал в MIT, он сформулировал для круга своих коллег проблему. Трафик пользователей растет слишком быстро для того, чтобы интернет мог с этим ростом справиться. И уже к концу 90-х эта проблема встала совершенно в полный рост. То есть, с одной стороны, началось массовое подключение пользователей по технологии DSL, это вполне себе уже широкая полоса, один мегабит и больше, а с другой стороны, веб стал наполняться контентом. Там появились картинки, потом музыка, потом флеш-анимация, потом видео. И вот, собственно, фраза «картинки не грузятся» или «world wide weight», она как раз из этих времен. А вот причина вот этой проблемы, она на самом деле была в самом устройстве интернета. Вот что такое в этом устройстве? Мы все знаем, что интернет – это сеть независимых сетей. Они соединены между собой, но каждая сеть кому-то принадлежит. Есть там сеть Яндекса, сеть «Хостелекома», сеть МТС, сеть «Нетфликс». Это разные сети, и каждой такой сетью кто-то владеет или кто-то управляет. И кто-то управляет. И эти сети, для того, чтобы стать интернетом, они должны соединиться друг с другом, чтобы передавать, принимать трафик от одного хоста к другому. И вот если пользователь и сервер с контентом находились далеко друг от друга в сетевом смысле, то трафик между ними проходил через несколько сетей. А в процессе вот этой передачи могли с этим трафиком, с этими пакетами происходить всевозможные неприятности. Эти пакеты могли теряться, задерживаться, отправляться в черную дыру, ну или там в смысле каких-то ошибок конфигурации, как я уже говорил, не доходить до своего. То есть интернет он был и в общем-то и сейчас остается средой достаточно непредсказуемой. И это все ограничило скорость скачивания больших файлов, затрудняло передачу видео, особенно когда видео надо было передавать в реальном времени, в реал-тайме. это все, конечно, было очень сложно. Ну и на самом деле основные-то проблемы возникали на стыках между сетями, потому что каждый стык это такая вот попарная двусторонняя договоренность владельцев, администраторов двух сетей. И, соответственно, технология, экономика в равной степени влияла на состояние этого стыка, могли не договориться, могли вовремя не расширить, неправильно спрогнозировать, мог возникнуть какой-то экономический конфликт. То есть, в общем, предпосылок для того, чтобы эти стыки были в проблемном состоянии, достаточно много. И вот в 98-м году появился прототип того, что мы сейчас называем CDN. Это стартап Акамай, который вырос из университетского проекта, за ним стояли два человека, профессор MIT Тим Лейтон и его студент Дэн Льюин. Вот что делает CDN? Ну, еще раз, в чем проблема? Если доставлять трафик до всех пользователей с одного сервера, ничего хорошего не будет. Нужен супермощный сервер, нужен суперширокий канал связи, нужно быть уверенным, что ваши пакеты не потеряются на стыках между сетями. Как это оптимизировать, как расширить узкие места? Надо все децентрализировать. А что децентрализировать? Вот если вы посмотрите, как устроен типичный веб-сайт, то поймете, что большая часть контента, по крайней мере, по объему на веб-сайте предназначена для доставки до пользователя в неизменном виде. То есть это изображение, видео, скрипты, программы, файлы. Все это может быть в неизменном виде, передано множеству пользователей. Это называется статический контент. А если вы, например, смотрите на страницу, допустим, которую ваш банк вам сгенерировал, он показывает вам состояние вашего счета, то эта страница, этот объект, он возник исключительно в рамках вашей двухсторонней сессии, и это называется динамический контент. То есть после того, как вы им воспользуетесь, он исчезнет. Так вот, статический контент хорошо кэшируется. Достаточно один раз его доставить на какой-то удаленный сервер, и можно много раз отдать этот объект пользователям, которые находятся близко к этому серверу. И, соответственно, чем ближе сервер к пользователям, тем меньше потерь, тем меньше задержек. То есть тут совершенно понятна, так сказать, физика этого явления. И вот технология CDN, она подразумевает, что для доставки контента используется такая вот сеть кэширующих серверов, система кэширующих серверов, которые расположены вблизи от целевых групп пользователей. Вот этот принцип реализовал Акамай. Если расставить сети операторов кэширующих серверов, организовать перенаправление пользовательских запросов на ближайший сервер, то вы здорово выиграете надежность и скорость передачи данных. Звездный час Акамай настал в 99-м году, когда появилась новая серия Звездных войн. Это было абсолютно попадание в целевую аудиторию, инженеры дикие, ждали продолжения Звездных войн 15 лет, и вот был опубликован трейлер новой серии и этот трейлер как раз раздавался с помощью технологии CDN и там количество скачиваний достигло 600 тысяч за одни сутки, за один день. По нынешним меркам это смешно, а тогда Стив Джобс назвал это крупнейшим донлоудом файлов в вебе. Вот, так что CDN это такая технология, которая живет на стыке сетей и серверных платформ. И, конечно, основной драйвер развития CDN долгое время было видео, сетевое видео. И за последующие 10 лет появилось достаточно много сетей, внутри которых была эта технология. И как внутренний элемент платформы, и как появились специализированные организации, специализированные компании, провайдеры услуг CDN, которые давали эту технологию как сервис. И сегодня CDN использует подавляющее большинство крупных веб-ресурсов, которые оперируют большими объемами контента. Это и помимо видео, это и интернет-магазины, и всевозможные сервисные платформы. Netflix некоторое время назад публиковал статистику о том, что он якобы генерирует 25% веб-трафика в США. Ну, сегодня, я думаю, она должна быть несколько другой, потому что появилась масса других подобных сервисов, но это было более чем материально. И вот важный эффект, который проявился с массовым распространением CDN, это то, что решения о маршрутизации трафика перешли с сетевого на прикладной уровень, на уровень приложений. И владельцы CDN, владельцы крупных веб-ресурсов получили существенно, очень значимую роль в контроле потоков трафика. И вот это качественное изменение, оно по сути перевернуло существующую практику того, как владельцы сетей взаимодействуют между собой. В принципе, есть только два вида взаимодействия между двумя сетями, это транзит и пиринг. То есть, когда одна сеть покупает у другой доступ в интернет, маршрутизация на все хосты в интернете, это называется транзит, когда две сети обмениваются маршрутами и трафиком на своих собственных клиентов, это называется пиринг. И вот до появления CDN-а приоритетом операторов было установить побольше пирингов с другими операторами, ну или продать побольше транзит. А вот после появления абсолютно необходимым стало установить взаимодействие с крупными CDN-сетями. И здесь очень выросла роль точек обмена трафиком, роль интернет эксчейндж, потому что для крупного контента очень удобно их использовать для одновременного взаимодействия с массой маленьких сетей. Потому что каждый стык нужно администрировать, нужно как-то про него думать, а здесь есть возможность через такую удобную платформу сразу накрыть большой объем пользователей. А потом владельцы CDN пошли дальше, они стали устанавливать свои серверы непосредственно в сети операторов связи. И вот казалось бы возник такой абсолютный вин-вин, вот генераторы трафика, вот потребители трафика, вот короткие сетевые маршруты, и все вроде бы выглядело бы здорово с технической точки зрения. Но интернет-экономика начала усложняться. Появились новые бизнесы, новые конфликты интересов, и это безусловно не могло не повлиять на пиринговые отношения. И основной, наверное, основной фактор был то, что услуги доступа в интернет стали конкурировать с контент-услугами, и в частности с видеосервисами. То есть если раньше доступ в интернет сам по себе был для пользователей развлечением, то теперь появились сфокусированные на тот же кошелек, на того же пользователя, так называемые OTT-провайдеры, которые через операторов предоставляли пользователям нужный им сервис, и, соответственно, отъедали у операторов какую-то долю рынка. Вот яркий пример таких кризисных отношений это диспут, который возник в 2010 году между операторами Comcast Level 3. У Level 3 был свой сервис, свой CDN-сервис, и у него появился крупный клиент Netflix. А у Comcast была огромная абонентская база, и помимо этого у него еще были огромные инвестиции в медиа. В тот момент Comcast как раз купил NBC, одну из крупнейших медиакомпаний. И вот после того, как Level 3 попытался доставить трафик Netflix абонентам Comcast вот так же в рамках таких квази-бесплатных пиринговых отношений взаимодействия между двумя этими операторами очень сильно расстроилось. До отключения тогда дело не дошло, но стык какое-то время не расширялся. Трафик между двумя сетями ходил с потерями и породил на самом деле огромный объем обсуждений и в технической и в юридической плоскости. Вот как раз термин сетевая нейтральность стал крайне популярен. То есть это принцип, который постулирует, что операторы должны передавать все данные на одинаковых условиях. Операторы как раз здесь стояли на позиции, что нет, отнюдь не все байты одинаковые. Операторы могут применять разные условия к разным источникам трафика и как-то между ними их как-то дискриминировать или наоборот оптимизировать. То есть с одной стороны можно считать это спором хозяйствующих субъектов, с другой стороны возникла дискуссия и в юридической плоскости, и в политическую сферу это выплеснулось. Но в целом победили на самом деле медиа. Потому что оказались ближе к общественному мнению, ближе к законодателям, в общем этот принцип стал законом в США. Ну и у нас по-моему тоже есть какое-то решение на этот счет исходящее по-моему от ФАС. Ну коллеги меня дополнят если что. Я думаю что здесь есть гораздо большие специалисты в этом вопросе. Ну вот этот принцип сетевой нейтральности он на самом деле еще несколько раз потом возникал и в виде кризисов и в виде парадоксов. И вот в данный момент если вы посмотрите на тариф вашего мобильного оператора то скорее всего увидите бесплатный трафик на WhatsApp на какие-то мессенджеры что вообще ни разу не сетевая нейтральность но это как-то никого особенно не раздражается сейчас. И на самом деле в других сферах такие вопросы тоже возникают вот сейчас например история когда электронная коммерция цифровой платформы выдвигают претензии к Яндексу как к поисковику это в общем-то тоже в некотором смысле вопрос нейтральности хотя наверное и не сетевой а уже такой какой-то контентный поисковый вот но это такой краткий экскурс интереснее конечно говорить про сегодняшний день и что мы видим сегодня что происходит ну конечно произошла массированная массовая миграция приложений веб то есть сегодня огромное множество аспектов нашей жизни имеет веб-интерфейс это и помимо видеосервисов о которых я говорил на соцсетях это электронная коммерция и финтех и масса SaaS платформ и государственные сервисы государственные услуги плюс накладывается ну наверное не является определяющим тем не менее ускоряет все тренды пандемии многие из тех кто не привык через веб покупать работать взаимодействовать государством развлекаться сейчас это делают научились это делать ну и мы с вами тоже сидим сейчас не за чашкой чая а вот используем тоже цифровую платформу то есть вот эта вот фраза the network is the computer которую много-много лет назад сказал там кто-то из сотрудников САН она сегодня вот идеально описывает нынешнюю реальность и причем не только не только в контексте конечных пользователей а в контексте того как бизнес сейчас строит свою IT сейчас каждая компания может предоставлять и использовать десятки внешних веб-приложений и использовать ну вот я помню статистику что средний бизнес в США сейчас использует порядка 130 различных внешних публичных веб-приложений что у нас сегодня с CDN с технологией CDN ну эта технология можно сказать коммодизировалась то есть ее роль свелась к эффективной доставке больших объемов трафика ну и собственно свою задачу сделать из непредсказуемой среды транспорта более-менее предсказуемой среды транспорта эта технология решает и будет решать в обозримом будущем но в принципе вот что сейчас развивается и развивается очень бурно это идея вычислений транзакций исполняемых на распределенном облаке то есть вот эта идея децентрализации вот эта идея близости к пользователю эта идея сокращения сетевого маршрута она по-прежнему актуальна но воплощается на ну скажем так более высоком уровне стека сетевого стека стека приложений и таким вот ну преемником технологии CDN сейчас является то что называют Edge Cloud то есть это облако для граничных вычислений и что можно делать на этом облаке на самом деле много всего очень эффективно на таком децентрализованном облаке организовывать защиту от массированного волюметрического DDoS можно в нем поднимать различные приложения анализа трафика можно хостить контейнеры с приложениями и в принципе вот это количество вот этих вот функций которые которые функции современного в приложении которые может быть реализованы на таком вот распределенном облаке оно крайне существенно и куда это все идет это идет к тому что разработчики смогут в какой-то момент просто грузить код программировать в облаке воплощать свои как сказать цели и задачи гораздо быстрее чем если бы они это делали с нуля пользоваться готовыми функциями ну и в принципе ускорять появление новых сервисов то есть современные веб-приложения модульные многие модули типовые многие модули могут эффективно работать на фронтенде и соответственно вот очень хорошие шансы что они переедут в такие вот децентрализованные облака на которых собственно и будет строиться и сейчас строится фронтен крупных высоконагруженных веб-приложений ну и довольно близко тоже к нам тема граничных сетей это наложенные сети для безопасной передачи трафика веб-приложений потому что помимо еще как я уже говорил помимо помимо взрыва значимости веба для пользователей параллельно сейчас происходит взрыв значимости веба для бизнес для бизнес-заказчиков а бизнес-заказчики они на самом деле находятся в той же самой реальности они сейчас действуют как распределенные команды работают из дома работают в режиме постоянного перемещения и пользуются они веб-приложениями которые на самом деле тоже могут быть размещены на различных платформах вне периметра организации вообще в принципе вот это вот понятие периметра безопасности периметра корпоративной сети оно сейчас крайне размыто и доставляет это все огромную головную боль тем кто обеспечивает информационную безопасность в корпоративных сетях в корпоративных приложениях и это в принципе ну по сути дела переопределило роли B то есть вот сети Edge Networks это в первую очередь сервис информационной безопасности это попытка опять-таки из неконтролируемой среды которой является интернет сделать среду относительно контролируемую которой будет более-менее понятно кто где авторизовался кто какой код запросил кто какую транзакцию совершил то есть мы вступаем в такой новый интересный децентрализованный мир ну вот хотелось бы обратить внимание на два протокола и две технологии которые были созданы очень давно но по-прежнему имеют абсолютно ключевое значение для контроля функций для контроля трафика веб-приложения и первая из них хорошо всем знакома это технология dns она появилась практически 40 лет назад и до сих пор является абсолютно критической для веба потому что это первая транзакция на пути к каждому веб-приложению и для разных точек зрения dns на самом деле представляет самой разной критичной для веб-приложений функционал это и балансировка пользовательских запросов и перенаправление их на оптимальный на оптимальный узел на оптимальный сервер это и источник данных о поведении пользователей маршрутизация трафика пользователей источник информации на самом деле имеет огромное значение dns и можно сказать что отчасти даже перегружена эта технология очень многие хотят встать на раздачу очень многие хотят замкнуть на себя большой объем dns трафика а с другой стороны этому есть определенное противодействие потому что опять-таки здесь вопрос кто что должен контролировать насколько это критично для устойчивости интернета и здесь в общем поэтому насчет насчет контроля dns сломано много копий и опять-таки тема для отдельного разговора но вот если вернуться к веб-приложениям наверное заметили что многие новости о глобальных сбоях в последнее время связаны именно с нарушениями в работе dns и как причиной как симптом других проблем вот в июле этого года был большой сбой на dns системе акамай тогда стали недоступны rbnb playstation масса других полезных сервисов в мае по-моему у фейсбука был сбой там причина была не в dns но выявили это именно обнаружилось это сначала из-за падения трафика dns сервера вот так что вот значение dns оно абсолютно ключевое в этом новом мире веб-приложений и поскольку dns как я уже говорил активно участвует в балансировке то и децентрализация децентрализация потока пользовательских запросов децентрализация трафика тоже зависит от того как dns будет хорошо работать и второй протокол на который хотел бы сделать zoom это протокол http это транспорт между веб-сервером и пользователем обычным браусером тоже тоже такая почтенная технология 30 лет уже и вот тут интересно наверное не то как как что он умеет да а как он меняется потому что зачем вообще нужно менять протокол http довольно много есть для этого причин именно с точки зрения производительности веб-приложей нужно быстрее устанавливать соединения эффективнее использовать сетевой транспорт вот на самом деле идет очень активная работа по развитию протокола http все эти годы уже так сказать он прошел через несколько версий вот был speedy потом http 2 сейчас на повестке протокола http 3 он использует как транспорт протокол quick а quick работает поверх udp и много вкусностей в этом много вкусностей в этом протоколе он позволяет мультиплексировать потоки данных веб-сайта позволяет соответственно эффективнее использовать полосу передачи данных позволяет пушить контент на пользовательское устройство хотя это особенно и не любит и развивается этот протокол в основном под влиянием крупнейших цифровых платформ крупнейших цифровых экосистем сейчас и в принципе основные реализации сейчас это это обмен между сервером и браусером то есть нужнее всего это развитие именно тем игрокам кто контролирует всю экосистему и браусеры и мобильные приложения и непосредственно веб-сервис и вот порядка 50% трафика Google между сервисами Google и приложениями Google сейчас идет именно в формате HTTP 3 и в развитии активно участвуют крупнейшие игроки и Microsoft и Facebook и Apple очень активно в эту тему инвестируют так что видите не только контроль трафика но и инновации сейчас источник инновации тоже сдвинулся в сторону крупных игроков контролирующих экосистемные веб-сервисы какие выводы можно сделать из этих всех фактов наблюдений ну вот расслоение такое разделение веба и транспорта в интернете фактически уже произошло то есть то куда пойдет трафик какие будут осуществляться транзакции куда движется веб это все определяется владельцами веб-приложения у операторов связи осталось тоже много интересных технологий вот Михаил о них рассказывал и очень много чего происходит в мобильных сетях но трафик приложений по сути дела операторы уже не контролируют то есть такой побочный вывод это то что оператор наверное не самый подходящий субъект для для целей регулирования содержания информации которая циркулирует в интернете вот большинство государств это поняло ну и ищет какие-то более элегантные методы воздействия потому что по сути дела ничего кроме рубильников операторов не осталось вот ну и в будущем нас ждет дальнейшее такое вот расслоение специализация приложений развития экосистем продолжим мы скорее всего жить внутри приложений сейчас там мы уже и так много чего доверяем там и данные там храним и финансы и расчеты внутри приложений и другие транзакции в принципе наверное это хорошо потому что это 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 потребность пользователей да они пользуются тем что удобно они пользуются а с другой стороны это позволяет быстро создавать новые полезные сервисы потому что в интернете скорость как говорится go to market да это ключевая характеристика но с другой стороны обратная сторона вот этой высокой скорости выхода на рынок это такое определенное не сказать пренебрежение вопросами информационной безопасности а скажем так что вопрос информационной безопасности долгое время не были в приоритете но сейчас это сейчас это кардинальным образом меняется и по сути дела для многих веб-приложений сначала решается вопрос информационной безопасности а потом уже на это дело навешивается функционал вот на этом наверное я остановлюсь коллеги если вы хотите меня как-то дополнить или какие-то вопросы у вас возникли может быть за аудиторией с удовольствием попытаемся вместе же на него ответить конечно значит я немножко дополню во-первых по сетевому нейтралитету я хочу напомнить что чудесный оператор хамкэс судился с нетфликсом уже ну то есть разбирался с нетфликсом уже напрямую с нетфликсом когда нетфликс ушел вынужден был уйти из левел 3 и пытался напрямую встать в Камхаз там по моему вопрос Камхаз хотел 75 тысяч долларов заметьте что тема полностью ушла с повестки сейчас сейчас уже это это не те суммы которые там как-то понимаете в чем дело к сожалению да к сожалению вот к моему сожалению великому она глобально как бы уходит но периодически вот эти всплески болезненной активности они периодически возникают и я периодически там вижу очередные бумаги на тему ну последняя бумага которую я видела она ужасная там было предложение рассчитываться применить правила расчета в телефонной связи да то есть приземление трафика ну не буду морочить голову для того чтобы значит осуществлять расчеты соответственно между контент-сервис-провайдерами операторами связи кто у кого вот как раз да тот самый случай когда компест и нет я 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 надеюсь да я надеюсь что тема уляжется сейчас объясню почему немножко откачусь назад кому интересно да кому интересно посмотрите пожалуйста два отчета значит отчета называется циска annual report white paper первый отчет он по-моему с 16 до 18 года а второй отчет он как раз до 23 года или до 20 что ли года значит вот первый отчет который более старый он как раз да рассказывает о роли CDN да и первое что угробил CDN это трансграничный трафик вот и собственно говоря у операторов которые занимали ну то есть у операторов которые занимались доставками там больших объемов трансграничного трафика ну компания не только у операторов вот там да и внутриграничный тоже на самом деле да 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 там доходы сильно упали с другой стороны да для тех кто занимается работой с пользователем это дает первое а экономия затрат да потому что не надо растаскивать по всей магистральной сети трафик вот она он ставится как можно ближе к пользователям вот и во-вторых не надо тащить это за рубеж ну из-за рубежа да какие-то ресурсы это большой плюс с развитием соответственно VR технологий это будет продолжаться но что интересно уже в отчете 23 года ЦИСКО не упоминает уже о CDN то есть они не считают эту тему устоявшейся закрытой и состоявшейся но дают другие цифры значит они говорят что к 2023 году число скачиваемых мобильных приложений достигнет 300 миллионов 300 300 миллионов да 300 миллионов вот так вот то есть число это говорит о чем что приложения будут развиваться и ну вот при скачивании 300 миллионов приложений я не очень представляю как это контролировать причем появляться они будут повсеместно в каждой стране совершенно неожиданно потому что у нас каждый год появляется у нас каждый год на самом деле появляется некое новое приложение которое становится там на какое-то время флагманом рынка вот потом оно либо уходит ну либо продолжает развиваться ну и надо понимать что каждое веб-приложение оно взаимодействует с каким-то бэкэмном да с каким-то с какой-то платформой вот что касается операторов здесь тоже да разные темы то есть операторы тоже начинают развивать там свои приложения ну вот у нас МТС там МОИМТЭС там есть приложения которые развиваются и они ну в общем-то сейчас операторы и это не только у нас да это многие операторы идут в эту историю в том числе и зарубежные да и они становятся уже ну тоже игрока они пытаются выходить там на рынок приложений пытаются тоже продвигать свои приложения и вот эта вот тема действительно ну вот Netflix Comcast да назовем так сетевым нейтралитетом они действительно будут отходить немножко назад потому что с одной стороны да ты оператор с другой стороны как бы нужно чтобы твои приложения доставлялись до других пользователей тоже на чужих сетях ну тоже будут я думаю что здесь тоже будут в общем-то определенные там конфликты какие-то в этой области и из интересного что из интересного что что будет развиваться вне всякого сомнения операторы будут развивать я думаю что операторы будут развивать то что называется сейч-компьютингом тоже на своих сетях будут развивать клаудовские будут развивать технологии клауда технологии эйч-компьютинг и вот это вот будет наверное следующее скажем так оно опять же вот то что опять же да то что говорил Михаил оно в преддверии опять же и в том числе да и в том числе но и для других целей конечно тоже это будет все развиваться и поэтому ну более более гладкий ну более гладкий то есть вот такого четкого деления игроков на там оператор не оператор я думаю они просто сотрутся эти границы в определенный момент вот но это не значит что будет расслоение опять же интернета это просто опять очередной шаг развития 300 миллионов 300 миллионов но это поверь мне это очень много это очень много мобильных может 300 миллиардов нет 300 миллионов ну можно уточнить по-моему 300 миллионов мобильных приложений но это очень много то есть это собственно говоря вот если мы там поделим все это то есть 300 миллионов мобильных приложений будет доступно для скачивания скажем так Да, еще предстоит вытащить в облако огромную массу корпоративных заказчиков, которые сейчас не доверяют. Которые сейчас начинают активно внедрять технологии, связанные с автоматизацией производственных процессов, особенно тех процессов, которые являются опасными, скажем так. Это шахты, это, соответственно, гормодобывающие компании, там, где бывают, туда будет двигаться и робототехника, и, соответственно, туда тоже понадобится. В целом даже просто интернет, управление процессами, CRM, HR-функции, это все сейчас уже не может удержаться в периметре корпоративной сети, потому что внешние поставщики, они сфокусированы, они действуют быстрее, они работают с большим рынком, и, соответственно, они всегда победят маленькую собственную разработку и всегда предложат что-то нужное бизнесу. А если это нужно, дальше уже, ну, очевидно, будут решаться и другие вопросы, там, информационной безопасности, доступности. Ну, там много будет решаться. Кстати говоря, в этом плане очень интересный проект, который и Квиникс развивает. Да, точки обмена трафиком тоже включаются в эту историю. Квиникс такая, он и точка обмена трафиком, он и система цодов, у них проект называется Тинкабелл, и здесь они предлагают, собственно говоря, стойку, предлагают место в стойке, предлагают инструменты, когда пользователь сам может выбрать программное обеспечение, сам создать свое облако и дальше, соответственно, на их ресурсах развиваться. Ну, мы вообще это видим даже как, не то, что не стоит, наверное, сейчас предлагать стойку, стоит предлагать функцию, приложение, компонент, который, ну, вот в нашей практике мы много работаем с электронной коммерцией, и, в принципе, у любой платформы электронной коммерции есть веб-составляющая, есть высоконагруженный фронтенд, и в нем есть стандартные типовые компоненты, которые хорошо переносятся в облако. И, соответственно, а собственная команда фокусируется на чем-то, чем эта платформа, этот бизнес отличается от других каких-то уникальных фичер. То есть основной драйвер тут даже может быть не столько технологический, сколько дефицит разработчиков. Здесь, да, это да, рынок сильно перегрет. Здесь рынок перегрет сильно, и не только у нас, он перегрет и за рубежом. И там мы тоже ожидаем расслоения. Илона, я думаю, что на этом мы вам передадим слово. Да, спасибо. У нас, на самом деле, осталось 20 минут, и у меня в шпаргалке есть последний пункт, скажем так, о дискуссии. Это как раз-таки общие тренды вот этого «раслоения», в кавычках, да, которые мы видим с разных сторон. И как бы там сходятся два вектора. У нас есть, с одной стороны, политическая централизация, то, о чем говорил Алекс, да, про балканизацию, вот эти все страшные политические маркетинговые термины, которые мы решили, что они страшные. И, с другой стороны, децентрализация инфраструктуры. И вот как раз на примере того, что рассказывал Константин, и то, что повторяла УИГа, это как раз видно. И вот сейчас как бы получается такая ситуация, что, с одной стороны, там, те же государства, да, пытаются разными способами найти эти точки контроля. И, как Константин сказал, у операторов остался такой рубильник, да, вот просто включаем сеть, и все. И в каких-то государствах это понимают и стараются найти более какой-то рафинированный подход, да, чтобы именно контролировать потоки, а не просто отключать. И вот эта инфраструктура, ее децентрализованность, она будет все время расти. Либо по бизнес-запросу, да, какая-то есть необходимость в новых, да, в витках развития. Либо по чему-то еще запросу. Вот так будут складываться обстоятельства. И как вот мы во всем этом будем жить? Такой, знаете, блиц-запрос для всех вообще, кто хочет. Елон, я тогда маленький комментарий сразу дам. Я, ну вот когда я на Эжейфе выступала, я сравнивала две работы, да, существует. Есть, собственно говоря, американская женщина, американская, их два, да, была. Американская ученая, зовут ее Крис Демчин. Соавтор ее Питер Домбровский. И она как раз, Райст оф Висвалиан Эйдж, по-моему, ее называлась первая работа. Она в своей работе доказывает, что, значит, вот висвальские, ну, то есть границы, да, висвальские границы, они технологически возможны, политически управляемы и психологически удобны. Ну, дальше она это все приводит, начиная с стакнета, это вирус, который, в общем-то, не очень имел отношения к интернету. Вот, но вот она подводит это к этому. Да, в последней работе 2018 года она говорит о том, что вообще в мире все стало плохо, демократические ценности порушены, Азия наступает. Поэтому нужно создавать там киберальянс на базе европейских государств. То есть вот эта вот история, она в тех же самых штатах, на родине интернета, она как бы достаточно активно, скажем так, продвигается, продвигается в научных кругах. И в противовес ей, в противовес ей есть другая работа, это корейский ученый Гас Сван, да, это южнокорейский, прошу прощения, он как раз анализирует, то есть он говорит о дефиците вот этого вот подхода с попыткой установить границы, да, там, ну, установить границы, это и есть балканизация, по сути дела, интернет. Это он говорит на примере, собственно говоря, Южной Кореи. Он говорит, что да, для того, чтобы вот централизовать вот эту вот всю там нашу систему, мы, нашу систему ограничений, нашу систему там а-ля информационную, нашу систему безопасности, Корея была вынуждена, да, ну, корейское правительство имеется в виду, ну, они были вынуждены, ну, крайне лимитировать доступ к зарубежным сайтам, сократить там активность по e-commerce, соответственно, и кучу других, кучу других активностей сократить. К чему это привело? Ну, во-первых, это привело к тому, что их систему там поддерживал только Windows, а они все сели на Microsoft всей страной. Во-вторых, потенциал их, ну, коммерческий потенциал вот их там южнокорейского интернета, он существенно ушел вниз, вот, и, собственно говоря, ну, и плюс там потенциал, соответственно, и коммерс, и так далее. А на выходе, и вот чем дальше интернет развивался, чем больше он там становился, тем вот тяжелее те кандалы, которые, собственно говоря, были, вот, ну, по сути дела, установлены, тем сложнее было обслуживать те барьеры, те границы в интернете, которые были установлены в Южной Корее. Вот, и, собственно говоря, сейчас все постепенно, ну, то есть, понятное дело, что то решение, которое применялось, да, оно там буквально через 2-3 года оказалось морально устаревшим. Вот, а дальше, в общем, дальше под него ставили подпорки и костыли, ну, и вот теперь такое количество подпорок и костылей там, что в поробу отказываться. Вот два таких интересных случая. Поэтому с этой точки зрения, да, да, действительно, можно технологически, можно установить границы. Психологически, насколько они удобны, вопрос спорный, но, опять же, тот же самый, да, да, та же самая пандемия, она, да, с определенной степени сделала более близкозависимыми от государства, да, потому что государство заботится о нашем здоровье, соответственно, государство там отвечает, ну, не очень приятно, простите, заболеть модной болезнью на территории там другого государства, те, кто с этим сталкивался, не в большом восторге. Вот, с одной стороны. С другой стороны, сделали нас более свободными, потому что очень активно пошел набор сотрудников, то есть возможность работать из любого места приводит к тому, что я могу, если мои там навыки, скилзы подходят, могу, сидя в Москве, работать на любую, любую. Любую. Модная болезнь – это COVID-19, Андрей. Вот, я могу работать на любую другую компанию. И поэтому, вот, опять же, да, технологически, да, границы возможны на определенный период, а дальше они начинают тормозить развитие. Если страна не хочет отставать, ну, а никакая страна, наверное, не хочет отставать в технологическом развитии, то она вынуждена с этим что-то делать. И поэтому, ну, да, сейчас действительно идут такие требования, как давайте снизим, там, криптозащиту, потому что в интернете идет детская порнография, и мы должны видеть, кто это делает, кто это делает и что это делает, чтобы применять какие-то меры и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, в европейском акте сейчас должно появиться, по-моему, этот НИС, вот. Вот. Но дело-то не в интернете. Если интернета не будет, детская порнография, я вас уверяю, никуда не пропадет, к сожалению. Потому что тот, кто этим занимается, занимается этим не интернет, занимается этим, да, занимаются этим конкретные люди. И здесь, наверное, вопрос о том, какие меры принимать к этим людям. Еще раз, если представить, что вот все, закрыли интернет, у нас наркотики, детская порнография пропадет, да не пропадет. Надо все-таки наказывать, ну, надо все-таки, да, пытаться как-то найти этих людей и каким-то образом там наказывать их. Независимо от того, на территории какого государства они находятся. То есть здесь тоже такой момент. Поэтому, не знаю, надо, границы, опять же, границы здесь, ну, к сожалению, не знаю, насколько помогут. Скорее, они могут усложнить потом процесс, я говорю, дальнейшего технологического развития. К этому нужно подходить очень осторожно, да. И, да, соответственно, привести к тому, ну, привести к тому, что, не, некоторым странам пофиг, я понимаю, вот Корее тоже, ну, Южной Корее тоже было пофиг. Я специально привела пример, да, Южной Корее тоже было пофиг до определенного момента. Можно делать все, что угодно. Опять же, технологически это все возможно, да. Южной Корее было пофиг, а сейчас почему-то стало не пофиг. Ну, видимо, потому что этого требует бизнес, да, что-то менять в этой структуре. Поэтому очень много очень сложных проблем, да, и ко всему надо относиться, опять же, на том же IGF, да, выступала адвокат по детским делам, она говорит, мы должны найти баланс. Вот как найти баланс, никто не знает, да. Между тем, чтобы все-таки бороться, да, с проявлением абьюза, там, детей в интернете. Вот, но с другой стороны, чтобы не затронуть, ну, частную жизнь нормальных пользователей, которые, в общем-то, являются законопослушными. Вот, и опять же, да, есть предложение там от IT-гигантов, которые говорят, да, ребят, все фигня вопрос, мы будем читать трафик на вашем телефоне, если увидим что-то подозрительное, будем применять меры. Это тоже не вариант. Так, Михаил, Константин, по поводу, да, в какой точке у нас сойдется политическая централизация и инфраструктурная деоцентрализация? Ну, пусть ты сначала, я, ты что хочешь? Ну, я коротко могу сказать, поскольку я себя точно не считаю специалистом в политических вопросах, но вот мое видение, такое, что технология, она, в принципе, границы сейчас появятся в интернете, как в любом другом пространстве, да, то есть возникнут какие-то юрисдикции. Технология, она вообще по определению меняется стремительно, а законодательство медлительно и инертно. И проблема в том, что вот законодатели, политики, регуляторы, они даже не успевают определить понятийный аппарат, а уже как бы вот объект изменился. Вот говорим о границе, да, меня давно учили математики, но я помню точно, что граница существует только у множества, да, то есть нужно это множество определить. Вот как, например, провести границу в адресном пространстве, я не знаю. Территориально это точно плохо делать, потому что сегодня там виртуальную машину, какой-то интернет-хост можно создать вот буквально на мобильном телефоне, причем даже без ведома владельца этого телефона. Поэтому, ну да, если мы признаем, что в интернете должны быть какие-то нормы и правила, то у них должны быть какие-то границы, так сказать, применения и, так сказать, целесообразности. Но, наверное, нужно честно определить, что можно, что нельзя делать и работать не с объектами интернета, а с субъектами интернета. Вот так я это вижу. Потому что регулировать объекты, что должен или не должен делать та или иная технологическая система, это, мне кажется, бесперспективно. В тот момент, когда выйдет требование, уже эта система изменится до неузнаваемости. Ну, вы прям повторяете, Ольга, прям схожие мысли. – Михаил? – А я внесу дисбаланс в этом. Я по-другому смотрю на происходящее. Я думаю, что вот эти вот частные проявления, если, ну, как всегда, да, большое видится на расстоянии. Вот если уткнулся взглядом во что-то там, то видишь только одно. Вот, уткнулся взглядом в красную точку на картине, ну, значит, художник рисовал только красными, писал только красными красками. Нет, мне кажется, надо все-таки пытаться смотреть, ну, подальше глядя, издали глядя. А что получается, если издали посмотреть? Вот возник интернет. Это действительно технологическое достижение человечества. Одно из выдающихся достижений. Что произошло? Возникло глобальное информационное пространство в результате. Оно глобальное, оно не знает границ. Нет никаких границ. Изменились условия окружающей среды на самом деле. Что приводит к развитию? Изменение условий окружающей среды. В биологии это так, но это так и в социальной сфере. Изменяются условия окружающей среды и начинают изменяться какие-то вещи, которые раньше не могли проявиться, проявляются. Какие-то вещи уходят. Там появились большие города, изменился уклад жизни. Большие семьи исчезли, потому что они, возможно, были только в сельской местности. А проживание в большом городе не подразумевает этого. Ну и так далее. Вот изменилось условие окружающей среды и появилось единое информационное пространство. Вот коллеги говорили о возможном разделении, о появлении границ. А я, например, вижу наоборот тенденцию. Вот в Facebook 3 миллиарда пользователей по всей земле. Ну в каких-то странах больше, в каких-то меньше. В Китае еще меньше. Но если Китай отставит сторону, там все ограничено искусственно. Вот это вот и есть, кстати, то самое расслоение. Вот китайское расслоение великое. А вот оно реально есть. Это деятельность властей конкретной страны. А все остальное связано единым пространством. Вот еще раз. Facebook 3 миллиарда. WhatsApp 2 миллиарда пользователей. Это все одна и та же экосистема. Та же мета. Это что там в Инстаграме миллиард 100 миллионов, по-моему. Они пересекаются, конечно, но все равно. Возникает единое пространство. Это пространство единое с едиными правилами. Вот правила поведения в сети Facebook. Посмотрите внимательно. Это вот advisory board. Что у них там? Наблюдает за этим. И я подписался. Вот получаю. Это очень интересно. Получаю сообщения о рассмотрении вопросов, которые вот в этот вот самый наблюдательный совет попадают. Это очень интересно реально. Наблюдать, как выстраивается вот это вот сообщество. Глобальное, без границ. Там правила единые для всех. И не важно, кто этот человек. Президент или дворник. Это не важно. Правила должны соблюдать все. Вот это вот расслоение социальное, которое свойственно в Вестфальской системе, той самой, Оля, в Вестфальской системе, которую ты упомянула, да? Это расслоение начинает разрушаться. Разрушаться под действием глобальной информационной среды. Ведь Вестфальская система была когда-то очень продуктивной, очень важным таким шагом по прекращению 30-летней войны в Европе. Это же была последняя религиозная война. Она прекратилась. Почему? Ну, потому что все сказали папе римскому, да, слушай, иди, пожалуйста, занимайся своими делами. Мы тут суверенно в своих границах сами будем решать, с кем воевать, с кем не воевать. И вообще не лезьте в наши дела. Вот это было очень позитивным шагом тогда. Да, 380, да, сколько там, 1648 год, что ли, да? 1648. Да. Ну вот, меньше 400 лет назад. А сейчас ситуация изменилась кардинально. Сейчас эта Вестфальская система стала тормозом в развитии, потому что изменились условия окружающей среды. Сначала транспорт появился глобальный, а теперь информационная, вот эта вот самая конструкция появилась глобальная. И границы между странами тоже стали весьма и весьма условными. Вот эта эпидемия, там, пандемия, она сильно, значит, помогает сохранению этих границ, нельзя не отметить. Но, вообще-то говоря, общая тенденция к тому, что границы становятся все прозрачнее и прозрачнее, перемещение людей все интенсивнее и интенсивнее. И работать, вот, действительно, можно, находясь где угодно, где угодно работать. Ну, не все, конечно, так могут, не со всеми видами деятельности такой возможно. Очень много видов деятельности таких появилось. Опять же, в результате того, что вот эти изменения технологические позволили сделать. Поэтому я так вижу совсем другую тенденцию, тенденцию деградации вот этого разделения, тенденцию повышения уровня глобализма, глобальности. Она реальная. И мне кажется, что вот никакого расслоения не было и нет. В действии властей, которые пытаются действительно как-то разделить интернет, они имеют место, безусловно, во многих странах. Тут вот всякие разные примеры можно приводить. Это действительно так. Но эти действия, мне кажется, они... Ну, это сопротивление того старого, то есть старой системы управления на территориях, той самой системы власти, той самой вестфальской системы. Сопротивление против изменения окружающей среды. Такое сопротивление никогда не бывает, ну, как бы, успешным. Оно бывает, оно всегда есть, но успешным никогда не бывает, потому что измененная окружающая среда изменит все остальное. Ну, вот, рано или поздно, сколько времени на это уйдет, не знаю, не завтра, конечно. Но процесс этот идет вот в том самом направлении. Ну, и мне кажется, что это очевидно. Ну, мне так кажется. Мне хочется не согласиться, потому что Facebook тут, получается, новый Папа Римский со своими глобальными правилами, которые не устраивают некоторые страны. Facebook не Папа Римский. Facebook — это сообщество. Ну, все равно. Ну, хорошо, сейчас не будем эту тему открывать. Это просто другая сущность, другая сущность. Я не говорю, что это хорошо. Я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Я хочу сказать, что появляются новые какие-то проявления, которые были невозможны раньше и стали возможны вот с появлением интернета как глобальной информационной среды. Это понятно, Миша. Но сопротивление все равно будет, да, и не только там у нас. Оно будет, оно идет со всех сторон. Я специально привязала. Оно везде будет, конечно. Оно есть. И в Америке есть эти идеи, которые поддерживаются, кстати. Да, и хотя бы был ответ IGF, в том числе, да, и интернет-сайты на вот эти вот заявления о том, что все это не совсем правильно. Но оно есть. Оно есть, и это достаточно долго, потому что пока новый формат, пока не тот новый формат, кроме как вот той старой, да, весвальдской модели мира, никто не предложил. Ну да, но потому что не было таких условий окружающей среды, теперь они появились, начнутся процессы. Кстати, очень много меняется, мы просто этого не замечаем. Здесь и сегодня, глядя вот сегодняшний день. Посмотри, что было там лет сто назад. Количество стран в Европе увеличилось в два с половиной раза, по-моему. Да, было 19 или 20, а стало 44, что ли. Ну вот, происходят изменения очень большие, но именно вот в этой сфере, в сфере системообразующей, ну, политической. Спасибо. Друзья, будем закругляться, 9 вечера, 2 часа, к сожалению, пролетают быстро, хочется еще и еще говорить. Сегодня эфир у нас получился немного сложный, потому что мы очень много обсуждали технических моментов, но это всегда очень важно, потому что большая часть простых пользователей, да, тех, кто будет на основе записи, как правило, ну, не задумываются о том, да, что вообще под капотом происходит, да, у их компьютеров, телефонов. И иногда полезно, да, посмотреть, насколько все это сложно организовано, насколько много всяких слоев, про которые мы сегодня поговорили, что на транспортном, что на сетевом уровне, что на уровне приложений. И обычно, да, мы этого не замечаем, но все вот эти вот эволюционные, эволюционное развитие интернета и то, как мы им пользуемся, обычно происходит как раз-таки с технологического уровня. Просто потом мы разматываем с вами эту цепочку логическую, понимаем, что ага, вот тогда случилось вот то, и теперь вот интернет у нас пользуется вот таким вот образом. Поэтому вот было здорово увидеть в чате комментарии, что развитие CDN-ов надо называть и благодарить за это «звездные войны», да, казалось бы. Вот, поэтому я думаю, что эфир был полезный, как раз-таки вот закрыть вот этот пробел технических вещей, технических знаний об интернете, и в будущем об этом задумываться побольше, да, не смотреть по верхам то, с чем сталкиваются пользователи напрямую, а именно смотреть вглубь и суть вещей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!